Доброе утро! Документ был затяжен депутатами на сессии Аблсовета. В 2016 бюджет региона будет складать крыху больше за 13 трлн 700 млрд рублей. Принциповых отрознений по расходах в сравнении с минулым годом нема. Галоны, кавьяны, не превышали областные доходы. Дмитрий Котов с подробностями. Документ был затяжен депутатами на сессии Аблсовета. Отдельные нюансы коснулись изменений в бюджетный кодекс и налоговый кодекс. Это касаемо единых нормативов по подоходному налогу и налогу на прибыль для бюджета базового уровня. Определенных участников формирования этих доходных источников. Мы это все отразили в плане регулирования. Все бюджеты забалансированы в этой связи как собственными доходами, так и дотацией из областного бюджета. Амалядразу после раздражения проекта бюджету в области на посержении Аблвыконкама отбылась 14-я сессия областного совета, на якой документ был затвержден депутатами. А кроме этого на парадку дня прогнозные показчики социально-экономичного развития в области на наступный год. До пяти звыклых, таких як экспорт товаров и послуг, валовый региональный продукт, продукционность працы и промые замежные инвестиции добавлены два новые. Одной з головных задач для мясовых улад у 2016-м годзе станет створение новых прационных местцов. Необходный минимум у 2300. Зробить гэта плануется праз приватный сектор экономики, а так само заявление новых вытворших участков на буйных предприемствах. Другий новый показчик инвестиций у основный капитал за кошт замежных крыльниц. Имеется в виду не только поступление иностранных инвестиций от самих инвесторов, но и иностранные кредиты, которые будут брать наши предприятия. То есть подразумевается, что сегодня бюджет в связи с тем, что он все-таки ограничен, будет использоваться в первую очередь на инфраструктурные и эссенциальные проекты, а уже реальный сектор экономики из-за неименее необходимого количества собственных средств будет использовать в основном иностранные деньги. У Гомельским оба выконками реально оценивают экономичную ситуацию. А доходящий год в связи с усветным крызисом был непростым. Прогноз на 2016-е больше оптимистичный. Однако резкого изменения показчиков у лепши бок никто не обещает. Усе с минимальным ростом. Валовый региональный продукт – 100,4%. Продукционность працы – 101,6%. Больше оптимистично выглядят экспорт товаров. Тут прогноз – 105%. Кировничество было выполнено, что можно выполнить и навод первой выполнить экономичные показчики, если с максимальной эффективностью использовать все исходные в регионе ресурсы. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Министр працы и социальной обороны Беларуси Марияна Шоткина предприемстве началось в 4-м квартале 2014-го. И на данный момент модернизация подходит до завершения. Уведение эксплуатации нового обсталявания дозволило снизить выдатки, повысить якость и повеличить номенклатуру выпускаемой продукции. Больше, с какой, дороже, импорта замещальная. Рассвоено более 2000 номинований всевозможных гидравлических узлов, агрегатов, систем, которые раньше нашим предприятиям, нашим флагманам приходилось покупать за рубежом. На предприемстве зараз працуя больше за 800 человек. Сучастное обсталявание минимизует умешательство человека. Процессы максимально автоматизованы. Однако, по словам Марияны Шоткиной, скорочение колькости персоналу не будет. Рационные месяцы изъявятся за кошт поширения в творчестве. Однако и работникам треба будет поведать новым умовам. Высокотехнологичные операции требуют высококвалифицированных специалистов, подготовленных специалистов. И поэтому, конечно, сегодня каждый работник, который работает на данном станке, на данном оборудовании, он должен обладать высоким профессионализмом. Поэтому стремление учиться, иметь желание учиться и идти вперед – это обязательное условие для человека, который хочет развиваться, который хочет зарабатывать. Закранула Марияна Шоткина и питание повышения пенсионного возраста. Зараз эта тема выносится на огольное обмеркование. По словам министра, с встречи на предприятиях дозволяются доведаться об думках на этой конту и выслухать про пановы. Речь не идет о механическом повышении пенсионного возраста. Если мы хотим работать стабильно и мы хотим жить лучше и лучше и для наших детей, и для наших внуков, это видим, то, конечно, мы должны смотреть, прежде всего, этот показатель. У нас работающие люди сегодня содержат неработающих. Поэтому, естественно, нужно смотреть это соотношение. Оно не должно увеличиваться. Максим Савин, Вольга Вальченко, Михаил Рабко, Утели, Радуя, Компания Гомель. У Гомеля отбылося доброчное новогоднее свято. Гостями галунной городской елки стали полтысячи детей. Веншавание подарунки они отримали от старшиней Гомельского городского выконавшего комитета Пятра Киришенки. Какие сюрпрызы подрыхтовали организаторы для юных гомельчан, доведалась Ганна Ковалева. Не глядячи на юный взросл, гэтые дети уже досягнули поспеху. Одны з являются кандидатами у маэстры спорту, инши доказали свое лидерство на концертных пляцалках республиканского и иисусветного узровня. В 2015 году многие из них стали переможцами Олимпиад, творчих конкурсов и спортивных споборництвов. Узнагороды за их працу напереды дни Нового года стало запрашение на свято, организованное гомельским горваканкамом. Я хочу пожелать всем гомельчанам, чтобы новый 2016 год был для нас успешным, для нас, для каждого и для гомеля в целом, чтобы мы жили под мирным небом, чтобы наши мечты, наши планы все были реализованы в следующем году. Ну, я всегда традиционно эти слова говорю, но это действительно тот праздник теплый, добрый, который все любят. Действительно, мы какие-то итоги подводим и намечаем себе планы на будущее. Очень хочется, чтобы наши планы совпали с нашими возможностями в Новом году. С праздником вас, с наступающим Новым годом! В холле Городского центра культуры працевали интерактивные огольнявые пляцовки. Тут гости свято могли стать удельниками флешмоба, доведаться, как отзначали Новый год наши протки и научиться робить юлочные цацки с соломки. Один же из новых пунктов вселедней святочной программы – акция Нового года в каждый дом. Эта акция проводится для детей, особенно для тех детей, которые не смогли в этот день попасть на этот праздник. И все подарки, которые они получат сегодня, это сделаны руками тоже самое детей. Вложена частичка праздника в каждое почтовое отправление. У делу акции приняли все установы адукации Гомеля. Сувенир, изробленный своими руками, школьники накируют одногодкам, которые вымушены встретить Новый год в больницах. А так само педагогам, которые находятся на заслуженном отпадшинку, ветеранам и одиноким пожилым людям. Акция стартовала еще полторы ты дней тому. За этот час было выраблено каля тысячу сувениров. Первая партия веншавания уже накирована своим адресатам. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». У рамках областного доброшинного проекта «От 6 сердца 2» 5 студене телерадио «Компания Гомель» проведет телемарафон по сбору сродков на подарунки для молодых инвалидов. Все лета эта акция проходит под патронатом областного выконавшего комитета, а сирот ей организаторов, так само областная организация «Червоного крыжа» и Гомельская епархия Белорусской Православной Царквы. Сегодня в регионе проживают каля 600 молодых людей с обмежеванными махчимостями. Олег Сентярос устроился с некоторым из них. У одрознений от инших краин в Советском Союзе домы-интернаты размещали, звичайно, где-нибудь в лесе. И справа неужеданий забеспечить хворым життё на чистом поветре. Головное – сховать инвалидов от громадства, бо усе повинны были быть здоровыми и пригожими. Нелегко сказать, что той стереотип у свядомости сучасных белорусов передолены полностью, а ли относены до людей с обмежеванными махчимостями у громадствы видовочно изменяются. Переносить специализованные установы у инши места сегодня никто, зразумево, не будет. За всё по финансовых причинах. Олег, проживающие тут инвалиды, за зачиненными дверями Бош не знаходится. Посещаем разные выставки, мы участвуем в разных мероприятиях, участвуем в конкурсах и среди молодёжи, и среди пожилых людей. То есть, ну, в основном, ведут такой активный образ жизни. У администрации Дома-Интерната Васильевка подкресливаюсь, инвалидность мая на увазе обмежеванная физичная махчимостя, а ли это не значит, что у таких людей нема творчих сдольностей. У гуртку умелые руки, кто вышиванием займается, кто выпаливанием по древе, стены покоя, где проходят занятки, как музейная экспозиция на тему народной творжести. Работ, кажуть, могло бы быть и больше, а ли значную участку подаровали. У нас есть папка «Наши успехи», и у нас места ребята занимали там и первые места по бисероплетению, по вышиванию и крестом. Так что у нас очень много работ, которые занимаются дети, которые мы куда-то выставляем. Дом-интернат Васильевка размещены у будинках блогосанатория с одноименной назвой. А до ягошу спадчину засталась и лечебная база с жамчужно-минеральными ваннами, кабинетами с пилеотерапией, теплолечением и массажем. У вогули, нелько сказать, что проживающие в доме-интернате мают у нечем ведьмежу значную потребу, але увага да и к сбоку інших людей лишней не будем. А тому и рашения по проведению областной доброченной акции от чистого сердца тут исприняли становча. До речи со 140 инвалидов Васильевки 40 относится до категории молодых. 24-х годовый Александр Явсеенко трапил сюда после заканчения режиссерской школы-интерната. Работники установы называют его артистом. Хлопец доброспевая и принимает дело во всех театральных постановках. У ГТ перед новогодние дни репетиции каждый день. Веньм уже хочется порадовать своих сябров. Собираемся очень часто, потому что времени так уже и осталось немного. Нужно все успеть. Поздравить всех с Новым годом, как обычно. У меня, как я к Новому году и готовлюсь, я всегда довольствую, что Новый год это для меня радость. Олег Семтеров, Ягин Макеенко, телерадокомпания «Гомель». До інших тем. Артиллерийская база боеприпасов, яка размешана Калявецкий прибор Гомельского района, провела день очиненных дверей. В мероприемстве приняли удел выхованцы Гомельского детячего дома, наученцы приборской средней школы и правтых в училище номер 186, а так само ветераны и члены семьи военнослужащих. У ответственности с планом Министерства обороны Республики Беларусь проведение дзен очиненных дверей у подобных установок предуглежены нерадзей за два разы на год. Артиллерийская база боеприпасов организовала масштабную акцию. Гостям рассказали про историю военной части, ознайомили с задачами, что ускладены на особистый состав и умовами службы. Военнослужащие продемонстрировали узоры пожарной техники и обсталявания. Особливую цикавость у детей выкликала демонстрация автомобильной техники и артиллерийских боеприпасов. Многие детки не знают вообще, что за вооруженные силы. Гомельский регион, он, как правило, не военизированный, так сказать. То есть у нас тут три части, можно сказать, да и все. Особо никого нет. Они не знают, что за служба в армии. Потом сталкиваются с проблемой. Армия, кто-то боится, кто-то начинает уклоняться. Страшного в армии еще нет. Здесь показали спальное расположение, где солдатики находятся, где как отдыхают, как служат. На Гомельшину вернулася зима. По прогнозах синоптика температура будет понижаться на протягу сяготый дня. Сегодня шикается 4-градусный мороз, переменная воблашность без опадков. У нашей слубки термометра опустятся до минус 7. Подобный характер на дворья захавается и в наступные дни. У день 31-го снежня прогнозуется до 10-ти градусов мороза. До 1-го студене температура по ветру протягнет снижаться и до вечера складе минус 14. А кроме того, Гомельскую область снова накрыет снегопад. Прогнозуется дальнейшее взмостнение мороза. Слубки термометра у 2-го и 3-го студене в день могут опуститься до минус 17. У нашей местами по области будет до минус 22. И на этом по кулисе за развитием паде сошите по наших выпусках. А я с вами развитываюся. До повышения.